приветствую всех на моем канале петик из амстердама все о вязание для начинающих и опытных рукодельниц сегодня на примере вот этого моего свитера он у меня еще в работе я хочу показать как связать вот такую красивую круглую горловинку она мне двойная вот посмотрите как красиво смотрится все с другой стороны значит вяжется она несложно у меня один способ уже есть на канале я недавно тоже сняла видео но в том случае свитер вязался сверху вниз это для вязания изделия реглана в данном случае свитер у меня вяжется наоборот снизу вверх со спущенным плечом поэтому способ вязание от этой горловины немножко будет по-другому поэтому на примере вот этого свитера который меня еще в работе повторюсь я сейчас вам покажу как я вязала вот эту красивую головину машине оба плеча вот у меня они сшиты теперь нам надо сделать с вами воротничок воротник у нас будет такой круг то есть будет круглый но не столько он будет как бы лежать на шее значит что я для начала сделала если видно я вот проложила не знаю может не очень видно я проложила вот здесь такую контрастную нитку простой нитку вот эта красная ниточка где я немножко сгладила вот эти углы где у нас по получались площадочки ведь где мы закрывали петли 3 как бы вот я немножко так вот сгладила тут не натяжка это просто наметка для меня где я буду набирать петли да вот я так по кругу везде проложил эту ниточку чтобы сгладить вот эти вот ступенечки где мы закрывали петли теперь дальше значит мы посчитаем количество петель значит я не знаю как у вас но у меня было 62 петли на горловине начале и на спинке и на полочке да на спинке мы делали вырез поменьше на горловине естественно сделали вырез поглубже поэтому количество петель у нас будет разница теперь так на спинке мы делали делили на 3 делали всего по одному поворот наш по одной петле я добавляю с двух сторон значит на спинке у меня будет 62 плюс 264 петли впереди впереди мы делали у нас здесь было 9 поворотов все помните можно разворачивать с одной стороны и 9 другой значит я два раза по 9 добавляю плюс 1862 к моему начальному количество петель 62 прибавляю 18 меня получается 80 значит всего по кругу петель по нашей горловине у меня значит будет 64 плюс 80 144 петли и так как я буду вязать вот эту воротник он меня будет как бы такая двойная и по с подворотом буду развязать резинкой 2 на 2 также как вот здесь не залов не вязала внизу да будет резиночка 2 на 2 значит это количество петель должно делиться на 4 я проверяю вот у меня 144 у меня делится если у вас число петель не будет делиться на 4 можно скорректировать на добавить одну петлю или убрать эту петлю ну еще посмотрите в итоге должно делиться на 4 теперь что мы делаем дальше я начну набирать наши петли начинать буду с горловины с полочки да значит что я сделала как видите я взяла иголочки очень видно вот первую иголочку я разделила нашу горловину пополам одна иголочка это можно делать на глаз или можно сантиметром по мере сколько у вас здесь потом значит вот эту половинку поделила еще пополам еще одну булавочку и еще короче говоря я полу половину раздела на 4 2 пола на 4 у меня все получается на 8 частей я разделила на 8 частей теперь я смотрю у меня значит по горловине переда мне надо набрать 80 петель значит на одной половинке 40 на другой половинки 40 значит на каждую четвертую часть в этой половинке у меня получается 10 петель мне так просто очень легко я буду знать что между двумя вот этими иголочками мне надо набрать 10 петель между этими тоже 10 петель между этими 10 и между этими 10 я дойду до половины потом разделю вторую половинку также на четыре части и будет очень легко чтобы петельки были набраны равномерно теперь дальше вот здесь я сшила и у меня еще оставался хвостик который я не обрезала одним хвостиком я сшивала шок а второй у меня еще остался вот к этому хвостику я перед привяжу сейчас мою основную нитку я здесь начну вязать то есть набирать петли это я его так вот плотненько привяжу к этому хвостик просто чтобы она у меня зафиксировалась все этот хвостик у нас потом спрячется воротник его не будет видно а вот это у меня рабочая нить и она у меня сейчас зафиксирована теперь что мне понадобится дополнительная пара спиц еще одна вот я беру такой же толщины как для работы и для работы спицы и не забудьте поменять на более тонкие на те спицы которые мы вяжем резиночку да и нам еще понадобится крючок и так значит что я делаю я сейчас набираю крючком первую петельку буквально в шве идет у меня плечевой шов я вложу крючок и вот эта нитка на рабочий я набираю первую петлю и делаю на мои спицы которым я буду работать вот у меня первая петля есть теперь я беру дополнительные спицы и здесь изнанки я вот отсюда сзади так перекручу и здесь у меня тоже будет уже набрано одна петля вот у нас параллельно идут две петельки да этот нижний ряд он нужен для того чтобы потом когда мы закончим нашу воротничок вязать и мы его соединять были у нас уже там вот петли набраны потом это будет очень легко сейчас кажется параллельно набирать второй ряд петель немножко сложновато могут ноги может сказать я делаю проще а потом крючочком все все может быть то вы делаете как вы хотите но я вам показываю так как я делаю сама значит теперь что я делаю я беру этот мою рабочую ниточку обматываю вокруг ведь вокруг вспомогательного набора и здесь крючком делаю вторую петельку вот видите я завожу под эту спицу и вытаскиваю вторую петлю и одеваю ее на основную все ведь у меня по 2 петли с каждой стороны теперь опять я обматываю вспомогательную спицу из лицевой стороны вытаскиваю еще одну петлю и одеваю ее уже на основную спицу вот у меня уже по 3 петли и не забывайте что вот до этой иголочки у меня должно быть 10 петель я посчитал вот я 3 набрала уже теперь опять не забывайте обмотать дополнительную спицу и вытаскиваю петельку на основную так то мне уже по 4 дальше 5 опять ведь я забываю на опять обмотать дополнительную спицу и поднесу вытаскиваю 5 петлю так мне уже 5 петель дальше обматываю 5 обматываю дополнительную спицу 6 петлю и вот эти петли я набираю вот чуть-чуть под вот этой ниткой которую я проложила до буквально под ней она все равно потом уйдет мою вытащим вот чтобы ориентирован где забирать петлю прямо буквально под этой ниточкой так теперь у меня 6 петель дальше 7 на вспомогательный 7 здесь 8 на вспомогательный 8 здесь 9 на вспомогательный 9 здесь булочка упала на как раз до 10 петельки 10 на вспомогательный и 10 здесь вот первый участок мы набрали . но их надо зафиксировать выпадает вот здесь тоже иголочка выпала вот я набрала 10 петель теперь я передвигаюсь следующий участок у меня до следующей иголочки я опять должна набрать 10 петель и так по кругу до плеча у меня должно получиться 80 петель как на основной спице так 85 и на вспомогательный спицы также давайте мы сейчас закончим полочку потом перейдем к спинке по полочке я петлю уже набрала эти маркеры я вешала чтобы не запутся я по 10 петель набирала чтобы не пересчитываться на начало да значит вот мы подошли теперь к спинке на спинке я тоже самое делю весь мой участок на 8 участков маленький до делаю булавочки и у меня 62 петли которые я должна здесь набрать я разделю на 8 и мне получится значит условно 7 раз по 8 и 2 раза по 7 я сделаю скажем здесь по бокам по 7 петель наберу между иголочками остальные все участочки наберу по 8 петель набирается как бы все так же продолжаю видите как бы я иду иду и мне вот это мои спицы лески они протягиваются вот значит я подошла плечевому шву и начинается у меня спинка значит на первом участке как я сказала наберу 7 петель потом буду по 8 и на последнем тоже 7 петель в общем я сейчас продолжу набирать это все до конца и когда дойдут до второго плечевого шва мы опять с вами встретимся и все петли по кругу набрала значит у меня должно было быть должно быть 144 петли все правильно набрали 144 петли и теперь можно вязать резинку 2 на 2 пару спиц которым не было внизу из внутренней стороны вот я сейчас ее вытащу и мне вот эти пара спиц сейчас она мне нужна я и просто заправлю в середину свитера и пусть она там будет она мне не будет мешать и теперь мы будем вязать нашу резинку 2 на 2 немножко распуты ниточки вот у меня моя основная пара спиц вот она здесь я на втором плечевом шве могу вытащить эту леску чтобы вязать способов magic club то вы знаете значит здесь я ее заправляю с этой стороны тут и на рабочую нитку между этой спицами которыми не нужно сейчас я вот моя основная ниточка и вот эту спицу которая буду работать я вытащил и теперь спокойно я начинаю вязать резинку на горе меня получили все петельки они висят за заднюю стеночку поэтому чтобы вязать моим способом они должны висеть за переднюю стенку вот в этом в первом ряду мне придется их немножко перевесить лишь первая лицевая вторая лицевая теперь изнаночные я уже 2 изначально буду вязать резинка 2 на 2 как мы с вами договорились первый ряд немножко будет по медленнее а потом все пойдет нам значит если вы вяжет также как и я классик это вам тоже эти петельки придется перевесить это не так страшно и сейчас мы с вами вяжем первый ряд до конца и потом посмотрим что получилось первый ряд я провязала все у меня совпало резинка 2 на 2 у меня количество петель я правильно посчитала и теперь я вначале ряда вешаю маркер чтобы знать где я начинала и теперь вяжу свой воротник на ту высоту на которую я хочу лет для себя определил я думаю сантиметров восемь не будет вязать ну и для начала 70 потом посмотрю да так что давайте я когда свяжу воротник я вам покажу что у меня получилось мы воротник готов я связала все-таки 8 сантиметров не показала что так будет лучше и теперь последний этап с нашим воротником значит что мы будем делать сейчас вот посмотрите я вот этот мой свитер да я вот беру и мне надо его вывернуть наизнанку месте беру спицы с собой и кубок ниток тоже собой и я выворачиваю мой свитер наизнанку здесь у нас присутствует вот этот наш если помните да вот этот набор спицы дополнительные набор спиц вот у меня здесь по низу идет и после по кругу да и что мы сейчас будем делать мы сейчас будем соединить вот эти ряды петелек но с изнаночной стороны так просто легче будет намного работать у нас получится как будто мы будем вязать сейчас немножко в обратную сторону но это не в не принципиально потому что мы связали ряд до конца и теперь у нас просто будем сейчас соединять значит я беру вот так воротничок вы выворачиваю аккуратно петельки не потерять я потеряла девушек так я выворачиваю мы начинаем вязать от плеча так вот это моя рабочая нитка и вот эти все ниточки которые нас от торчат мы потом запрячем во внутрь воротника их не будет видно все будет очень удобно вот посмотрите вот это то что я говорила когда мы набирали петельки да вот эти у нас как бы ступенечки они они все уйдут вовнутрь и воротник нас будет очень красиво смотреться значит что мы сейчас делал нас одинаковое количество петель что на дополнительном наборе спицах что на основных спицах поэтому мы будем сейчас их соединять попарно а вот она моя основная нитка вот она меня здесь значит что я делаю я беру мои основные спицы и провязываю первую петельку с дополнительной вот я беру первая петля с дополнительной спицы вторая петля у меня с основной спицы и провязываю лицевую за 2 петельки и снимаю эту петлю потом провязываю вторую пару также вместе и вот эту петельку первую которую мы провязали через нее протягиваю вторую следующая пара 2 вместе провязали и эту петлю протягиваем через первую следующая пара опять две вместе через петельку протягиваем следующий и таким образом мы должны закрыть все наши петельку по кругу так что давайте вы работаете и я тоже закроем и покажу потом что у меня получилось петельки все закрыла вот мне последняя петля просто здесь нитку можно обрезать уже да вот посмотрите как аккуратненько смотрится воротник это изнанка наши да лишь красивый краешек с одной и с другой стороны и теперь мы его вывернем на лицо посмотрим что у нас получается там посмотрите какой красивый аккуратный получился воротник после стирки это все немножко разгладиться но уже видно что очень аккуратно получается да и чем этот способ хорош когда вы соединяете в две части воротника вам не надо смотреть петля к петле подходит нет вы точно знаете что ваши петли совпадают то что мы их набирали параллельно да значит теперь мне осталось на этом свитере моего осталось связать рукава кому понравился этот кому нравится этот свитер понравился воротник естественно и кому нравится этот свитер я скоро его закончу и начну выкладывать мастер-класс так что если интересно подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить выхода мастер-класса а на сегодня все пока пока с вами была светлана